Купонный доход Возвращение имущества фонда за должность по выплате дивидендов, когда они объявлены, не производится. Дивиденды учитываются тогда, когда они реально поступили на счет фонда. Что касается активов в иностранной валюте. Дело в том, что российская биржа РТС, она котировки объявляет в долларах США. Соответственно, эти котировки пересчитываются по официальному курсу. Если в составе имущества фонда есть иностранные ценные бумаги, либо иностранная валюта, она тоже будет пересчитываться по курсу ЦБ на дату расчета. Здесь технически никаких проблем нет. С дивидендами, да, сложный вопрос. По идее, надо было бы их как-то учитывать. Но сейчас правило такое, что когда деньги поступили, дивиденды в состав имущества включены. Если они не поступили, их нет. Информация о приходе дивидендов в фонд не раскрывается. Мы не обязаны ее раскрывать. Мы обязаны раскрывать структуру активов. Сколько, каких ценных бумаг в фонде имеется. И вот отчеты об инвестиционных вложениях в прошлом году мы его всегда раскрывали, публиковали ежемесячно на нашем сайте. Хотя он должен... Раньше, по-моему, квартальные эти отчеты публиковались в Вестнике Федеральной комиссии. В приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Дело в том, что вот эта погрешность с дивидендами... Во-первых, мы никогда не знаем, когда дивиденды поступят. Они поступают довольно с большим опозданием часто. И суммы эти относительно невелики. Мы, вот, например, в практике управления нашим фондом стараемся продавать бумаги до даты закрытия реестра. То есть мы продаем бумаги до того, как по ним будут выплачены дивиденды на тот день, когда закрывается реестра до выплаты. На следующий день опять откупаем. Как правило, вот эта сумма дивидендов, она заложена в цену акций. Поэтому в нашем фонде сумма дивидендов, которые поступают, она не столь существенно влияет на динамику стоимости пая. До даты закрытия реестра они торгуются с дивидендами. После даты закрытия реестра дивидендов в них уже нет. И после даты закрытия реестра они стоят дешевле, чем они стоили до даты закрытия реестра для выплаты дивидендов. Соответственно, это позволяет этот фактор влияния выплаты дивидендов на изменение стоимости чистых активов и расчетной стоимости паи минимизировать. Эта проблема управляющим ясна и понятна. Чтобы это было справедливо, лучше делать это таким образом. Конечно, это не всегда получается, но фактор дивидендных выплат не столь существенно влияет на динамику стоимости пая, как изменение рыночных цен на акции. Продолжение следует...